Привет-привет, с вами снова Фил на канале Твой Игровой, и вы смотрите пятый выпуск нашей рубрики Бюджетные Настолки. Рубрики, в которой мы рассказываем вам о трёх хороших настольных играх в ценовой категории до 1000 рублей. Будет интересно, не переключайтесь. Рококо, бро! Рококо сейчас в разделе распродажа на сайте у звезды отдают ровно за 1000 рублей. Это просто какие-то смешные деньги для такой игры. Я так думаю, что наш потребитель просто не оценил сеттинг, да и вообще более-менее сложные евро у нас, к сожалению, плохо продаются, это давно известно. А тут ещё и какие-то платья надо шить. Короче, игру преподносят публике чуть ли не как про пошив платьев для Барби, хотя здесь это лишь один из аспектов игры. Игрокам-то на самом деле предстоит комплексная подготовка балла, и о декорациях позаботиться, и о фейерверке, музыкантов нанять вместе с непосредственно портными и так далее. Мне на самом деле искренне жаль, что такие игры у нас остаются без внимания, так что сейчас попробую исправить ситуацию. В общем, не дайте себя обмануть тем, что игра якобы для домохозяек и девочек младшего школьного возраста. Мне игра понравилась. Здесь довольно много такого неоднозначного выбора, который требует тонкого расчёта. Всё это вкупе с колотостроением даёт такой очень вдумчивый геймплей. Правила средней сложности, в них довольно трудновато будет сразу въехать новичкам. Именно поэтому, чтобы помочь вам в них разобраться, я подготовил видео правила в отдельном ролике. Переходите по ссылке и учитесь играть в рококо легко, без регистрации и смс. Что типично для жанра, на поле очень много символьных подсказок, делающих многие моменты геймплея интуитивно понятными. Настя, моя жена, сразу отметила, что, мол, портреты работников на картах одинаковые, могли бы и разными нарисовать, приведя в пример брюги. Для меня же этот аспект показался некритичным, потому что очевидно, что одинаковые портреты выбраны для специалистов одного уровня, чтобы можно было быстро отличить, например, мастера от подмастерия или от ученика. Финальный подсчет очков это отдельный долгий этап игры, очень много нюансов, много всего нужно сосчитать, ничего не пропустить. Из-за этого и лидера до конца игры сложно определить, но на меня, если честно, это всегда наводило тоску. Взаимодействие участников здесь хорошее, это в том числе и борьба за право первого хода, так как логично, что у того, кто будет первым ходить, больше возможностей. И борьба за численное превосходство, и борьба за специалистов, работников, так как там ограниченный выбор для найма. В общем, это такой набор механик, которые уже, в принципе, давно известны, хорошо работают, и в данном случае, в конкретном, они выбраны, я считаю, в удачном сочетании. Мне лично еще понравилось, что здесь присутствует колодостроительный элемент, тем более, если в привязке к сеттингу его рассматривать, то ты, как владелец швейного ателье, набираешь себе разных специалистов, у каждого из них своя особенность, свое уникальное свойство, и причем по мере того, как игра развивается, появляются доступные к найму такие более, как бы, сильные специалисты, чем ближе к концу игры, тем более интересные свойства у них появляются. В целом, очень рекомендую как для семейного досуга, так и для дружеской компании. Игра оформлена красиво, даже, я бы сказал, наверное, уютно, и поставил бы на одну полку с играми Фельда. Если вы по какой-то причине евро не любите, можете пройти мимо, но не забывайте, что за такую цену, игру такого масштаба и качества вы вряд ли найдете. Ссылка на распродажу будет в описании. Вторая игра, про которую сегодня расскажу, интриги Вероны, это небольшой карточный филлер по мотивам великой трагедии Шекспира. В Вероне, где встречают нас события, как говорится, две равноуважаемых семьи, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролития. Игровая механика основывается на тайных ставках и картах с разными уникальными эффектами. В локализацию от мира хобби, кстати, вошло также сразу и дополнение яды. Игрушка несложная, подойдет как новичкам, так и опытным игрокам. И несмотря на свой простой геймплей, порой она... Надо поломать голову, попытаться угадать, что там запланировали ваши противники, в чем на этот раз вас пытаются обыграть, перехитрить. В общем, такой здоровый элемент блефа здесь присутствует наряду с риском. В большинстве случаев победа зависит от того, насколько хорошо вы умеете читать ход мыслей своих оппонентов. Хороший филлер, очень рекомендую. Итак, для победы в игре интриги Вероны необходимо набрать очков больше остальных. Очки начисляются в конце партии за тех персонажей, которые выполнили свои цели и в соответствии с теми жетонами влияния, которые на них выкладывали игроки. Цели у персонажей, которые представлены картами, в основном разные. А некоторые персонажи не имеют целей, но позволяют совершить какие-то манипуляции с картами. Каждому игроку выдаются вот такие жетоны влияния с цифрами, у каждого они своего цвета, и он хранит их в процессе игры в закрытую. И если мы собираемся играть сразу с дополнением яды, то каждому выдается еще жетон яда и противоядие. Затем нужно раздать по одной случайной карте каждому игроку. Остальные карты распределяются с помощью драфта. Первый игрок берет себе всю колоду из оставшейся, выбирает какого-то одного персонажа и передает колоду дальше по часовой стрелке. Здесь игрок также выбирает себе одну карту, все выбирают по одной, до тех пор, пока у кого-то из игроков не останется на руках две карты. Он берет себе из них, выбирает одну, и оставшуюся карту убирает в коробку. В свой ход первым делом игрок должен обязательно разместить одного персонажа с руки на столе в зоне совета или в зоне изгнания. После этого есть некоторые персонажи, у которых есть способности. После того, как мы такую карту размещаем, мы по желанию уже можем применить его способность. Далее, если у нас размещены на столе, неважно, мы размещали их или какие-то другие игроки, персонажи вот с такими вот пустыми ячейками, и если есть на столе такие свободные ячейки, то мы можем разместить в них свой жетон влияния, или это может быть яд и противоядие, все что угодно. Мы размещаем жетон. Для чего это делается? Если в конце игры у персонажа выполняется его цель, то за размещенные на нем жетоны влияния мы будем получать победные очки с учетом вот такого модификатора, который рядом с этим окошком нарисован. В общем, таким вот образом проходит вся игра. Игроки разыгрывают с руки карты, размещают персонажей где-то в совете или в изгнании, выкладывают на них свои жетоны влияния тайна. После того, как у нас все персонажи размещены на столе, игроки имеют право еще по одному жетону в порядке очередности хода выложить. После этого все жетоны открываются, и сразу мы должны посмотреть на тех персонажей, убрать их из игры, тех персонажей, которых отравили ядом. Если у персонажа больше яда, чем противоядий выложено, то такие персонажи сразу выходят из игры. Вот, например, у нас убили князя Веронского, так как у него здесь жетон яда. Меркуцио был отравлен. А вот Жульетту, например, спасли. У нее и яд есть, и противоядие. Далее смотрим цели тех персонажей, которые были выполнены, и начисляем игрокам победные очки. Способности и цели персонажей очень доступны и удобно описаны в памятке, так что на них особо заострять внимание не буду. Скажу лишь, что способности в основном завязаны на то, чтобы эти карты менять местами, то есть из совета кого-то отправлять в изгнание, там и наоборот. А цели также сконцентрированы на преобладании какого-либо дома в совете. Или же вот аптекарю просто нужно находиться там, где больше других персонажей будет. У Ромео с Джульеттой, например, такая романтическая цель просто быть вместе, неважно где, в совете или в изгнании. В общем, вот так вот и проходит игра. Выкладываются новые карты, персонажи меняются местами, на кого-то там выкладывается жетон влияния, неизвестно еще какой, может быть там быть и яд, может быть и лекарство. То есть элемент блефа такой здоровый присутствует. В общем, игра довольно интересная, очень рекомендую. Ну а на закуску у нас сегодня 7 драконов. Игра мозаика, в которой нужно собирать цепочки из карт, выкладывая их на столе. При этом у каждого игрока будет своя тайная цель. А завернута вся эта механика в драконью чешую. Игрушка не занимает много времени, к тому же здесь опять же присутствует такой элемент блефа, связанный с тайными целями. Плюс формирование общей цепочки на общем столе дает хорошее взаимодействие между игроками. В свой ход приходится и анализировать те цепочки, которые уже выложены. И перед игроком стоит выбор либо продолжить свою цепочку, либо там не дать, не помочь врагу продолжить его цепочку драконов. Или же, например, там нечаянно не подарить ему лишнюю ячейку. Хорошо идет, особенно после таких долгих мозговыносящих на столах в качестве игры для расслабления. Игру порой, правда, сложно контролировать в связи с тем, что цели постоянно меняются. Это, наверное, назову минусом вкупе с несколько невыразительным и местами однообразным оформлением. В целом игра хорошая, стоит попробовать и иметь ее у себя в коллекции в качестве такого изящного десерта после сытного основного блюда. Победная цель для игрока выстроить цепочку из семи драконов того цвета, который указан на его карте цели, полученной в закрытую в начале игры. Причем победить можно в любой момент, даже не в свой ход, если, например, какой-то другой участник по неосторожности завершит вашу цепочку. Игрокам в закрытую выдается по одной карте цели. Вот у меня в данном случае попался красный дракон. Это значит, для своей победы я должен буду составить непрерывную цепочку из семи красных драконов. И по три стартовые карточки выдается в руку. Здесь могут быть вот такие карты с драконами в разном сочетании и карточки действий. В свой ход я беру верхнюю карту из колоды и могу одну карту выложить на стол. Вернее, должен выложить на стол одну карту. Это может быть, опять же, карточка, я могу пристыковать, выложить новую карту с драконами, либо сыграть карту действия. Если я выкладываю карту с драконами, она должна обязательно сочетаться гранью с драконом того же цвета. Вот в данном случае вот этот зеркальный стартовый дракон, он считается драконом любого цвета. Он может поменять свой цвет в процессе игры, но об этом тоже чуточку позже. В данном случае я пристыковал его с черным драконом, гранью. Нельзя выкладывать карты там под углом 90 градусов, по диагонали их выкладывать вот таким вот образом. Здесь предусмотрена награда за так называемую мультистыковку. Если бы у нас, допустим, вот такая ситуация была на поле, и я выкладываю вот сюда карту, то есть стыкую здесь желтого дракона, и вижу, что у меня состыковался здесь еще и черный дракон. За это в награду я беру сразу еще дополнительно одну карту. Лимита карт в руке нет, так что можно набирать сколько угодно. Если бы каким-то способом мне бы удалось состыковать сразу трех драконов разных цветов, я бы взял себе две карточки. Если каким-то невообразимым образом я сразу четырех драконов состыковал, то взял бы три карты в качестве бонуса. Вот, кстати, пришел мне в руку радужный дракон, который является, всегда является драконом любого цвета. Может продолжить любую цепочку. Другой вариант карт это карточки действий, которых здесь в принципе пять, и все они элементарные. Это обмен руками, с любым игроком я могу сыграть эту карту, отправить ее в сброс, прошу заметить, и поменяться рукой. Цели по кругу. Точно так же отправляю эту цель в сброс, и все игроки передают цели по часовой стрелке. Переместить карту, уже лежащую на столе. Я беру любую карту и просто ее перекладываю. Замечу, что она обязательно должна быть по правилам игры выложена. То есть драконы должны стыковаться. Цапать карту. Здесь элементарно, просто забираю себе на руку любую карту со стола, кроме зеркального дракона, кроме стартовой. Причем здесь вот правилами учитывается тот факт, что некоторые карты могут в результате этого действия быть оторванными от основной мозаики. Это допускается. В отличие от действия, кстати, переместить карту, если мы перемещаем карту, то она обязательно должна быть состыкована по всем правилам, и ни одна из карт не должна остаться оторванной в результате этого действия. Обмен целями также очевиден. Просто меняемся целями с любым игроком по своему выбору. Действия могут быть сыграны еще и другим способом. Они могут поменять цвет зеркального дракона. Для этого мы их отправляем не под низ колоды, как мы до этого должны были делать, а просто кладем сверху зеркального дракона. И вот в данном случае зеркальный дракон у нас становится желтым. Или зеленым, красным, синим или черным. Как нам угодно. А у меня на сегодня все. Но перед тем, как попрощаться, друзья, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Я на самом деле очень рад, что рубрика «Бюджетные настолки» вам понравилась, что вы ждете ее новых выпусков. Спасибо за ваши комментарии. Очень важно, что вы делитесь вашим мнением. Пишите критику. Она также очень важна для нас, поскольку позволяет в некотором смысле улучшить наш контент, сделать его еще более интересным для вас. Также хочу сказать, что обратная связь с аудиторией, это на самом деле сейчас один из главных мотиваторов, который позволяет нам идти дальше. Искать новые настолки на полках магазинов и рассказывать про них вам. Не забывайте рассказывать про наши видео, делиться ими в соцсетях, ставить лайки и все-все-все такое. Это очень важно и очень помогает нам в развитии. Ну и по традиции хочу пожелать вам больше играть в хорошие настольные игры. С любовью, твой игровой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok